Здравствуйте, дорогие мои телезрители и, конечно, мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Сегодня знакомимся с Акарином. Значит так, когда летом речь зашла о огромнейшем количестве белокрылки в ваших садах и огородах, ну, знаете, я вздрогнула просто, потому что жалоб было так много и таких вот, знаете, от души кричащих просто, потому что белокрылка, хорошо, что она вот такая маленькая, микроскопическая, а если бы она была как кузнечик, ну, как саранча, вы представляете ее количество, она бы сожрала бы и нас, а не только наши растения. В этом году белокрылка посетила не только теплицу, к чему мы уже как-то привыкли, да, и как-то там с ней научились бороться. Она была на открытых местах. Это земляники, это и картошка, и помидоры на улице, все, что угодно. Она была и на газонной траве, она была и на цветах, то есть ей уже стало все равно, кого уничтожать. Очень хочется помочь. А помочь хочется всем, кто пострадал от этого чудища. А помочь можно таким образом. Вы помните, что эта маленькая тварюга, она такая белесенькая, она не залетит к вам в теплицу, если вы натянете на дверях фатин. Фатин – это ткань, из которого шьется фата для невесты. Там такие мелкие дырочки, она туда пролезть не может. Единственный вариант – просто занавесьте двери. Так мы спасем теплицу. Если вы понимаете, что все-таки где-то она может залететь, пожалуйста, как профилактика. Так что же такое окарин? Раньше у производителя это вещество называлось агровертин, и вы все его помните. Замечательное вещество. Но окарин – это улучшенный вариант. Ой, не надо только вот там уже сочинять сказки. Это не химия злобная. Это, кстати сказать, буду читать, чтобы не было сомнения, что я соврала. Это вещество, вытяжка из почвенных грибов, вырабатывающих нейротоксины. Нейро. Что такое нейро? Это что-то с мозгом связанное, да? Токсины – это отрава, но это естественная отрава. Для вот этих маленьких гаденышей, которые могут съесть все на нашем участке. И еще, чем жарче будет погода, тем действеннее будет способность уничтожения этого препарата. Но поверьте мне, что через сутки максимум двое, максимум двое, вы можете совершенно спокойно есть свой лук, свои огурцы, свои яблоки, свои ягоды, и ничего с вами плохого не произойдет. Знаете, что запрещено делать? Вот если вы обработали окарином какие-то культуры, просто закройте лейки, шланги поливочные на замок и выбросьте ключ. Вот сутки не подходите с водой ни к одному из растений, потому что тогда вам придется повторять обработку. А окарин создан таким образом, что действует на нервную систему вредителей. Но ведь не только белокрылка от него погибнет. И белокрылка в том числе. Кстати, про белокрылку. Если вы обработали все сверху, вам гарантировано, что да, на растениях ее уже нет. Но яйца в почве, к сожалению, есть. Поэтому обработка почвы, как я уже говорила, и я везде это говорю, где только вас не встречу. И в больнице, и в магазине, и на ярмарке, и в электричке. Надо обработать почву. А этот препарат для обработки называется октара. Этот уже не поможет. К сожалению, это так. Значит, чтобы обработать таким препаратом от паутинного клеща, например, да, нужна всего одна обработка. Если вы хотите обработать, например, от гусениц, то через месяц, вот вы обработали сегодня, через месяц повторите обработку. И это будет стопроцентная гарантия, что больше никто не появится. А если хотите от колорадского жука, уже и этот у нас тут появился. Тогда вам придется трижды сделать обработку таким препаратом через две недели с интервалом. Я надеюсь, что вы меня слышите. А вот теперь слушайте еще внимательнее. Уничтожение насекомых, которые нас достают, оно зависит от концентрации этого препарата. Понимаете? Не все равно. Одна ампула там на литр налили и побежали. Вот если вы на один литр, а здесь 4 миллилитра, здесь 4 миллилитра, поэтому если вы будете обрабатывать, например, колорадского жука, тогда возьмите эту ампулу на 2 литра. То есть на 1 литр 2 миллилитра, здесь 4, можно 2 литра воды добавить. Разводим и на 1 сотку и стратим не менее 6-10 литров вот этого препарата. Не так уж это и много. Стоит он, кстати, копейки, чтобы вы знали. Значит, если вы хотите избавиться от капустной совки и беленки, тогда на 1 литр воды вам понадобится 4 миллилитра. 1 литр воды и вот эта ампула. Она 4 миллилитра. Внимательно читайте, что написано. Вот здесь есть все рекомендации. И вы должны помнить об этом. Значит, и вы должны обрабатывать на 1 сотку 4,8 литров этого препарата. Ну, сотка это метр на 100 метров. 4,8 литров, ну, почти ведерко вот такое. Это немного. Потому что мы уничтожаем в данном случае капустную совку и бабочку-белянку. Значит, если вы хотите обработать от паутинного клеща, тогда на 1 литр 2 миллилитра, то есть опять этой ампулы хватит на 2 литра развести. И, например, паутинный клещ у нас есть на смородине, а там клещей вообще вот так вот. Вы можете использовать на 1 куст, например, смородины от 1 до 2 литров. То есть промачивать надо так сильно, старательно попадая и с обратной стороны листа. Это очень важно. Значит, концентрация от листовертки, пяденицы, пилильщика. Это ужасная тварь, пилильщик. Если хотите избавиться, например, от таких гаденышей, тогда на 1 литр разводятся 2 таких ампулы. То есть 8 миллилитров надо. Вот слушайте внимательно и записывайте, если вы на ютюбе это все смотрите, запишите себе прямо как табличку. И тогда вы будете попадать в десятку. И если вы хотите обработать, например, перцы, баклажаны, томаты, огурцы, то вам понадобится 1 литр, ну практически, практически на 1 квадратный метр посадок. Иначе ничего не получится. Значит, если хотите обработать от любимые наши трипсы, которых вывести, вот я не знаю, как тяжело. Тогда придется на 1 литр использовать 2,5 ампулы. То есть 10 миллилитров. Тогда трипсы уйдут навсегда. Причем однократная обработка, заметьте. Значит, а вот яблонная плодожорка, тля, клещ, листовертка потребуют у вас на 1 литр 6 миллилитров, полторы вот таких ампулы. Потому что здесь 4 миллилитра. И на одно дерево от 2 до 5 литров раствора рабочего. Вот я надеюсь, что вы все слушали очень внимательно. Еще раз повторяю, что качество уничтожения ненужных насекомых вредителей зависит от правильной концентрации этого раствора. Запомните, он называется окорин. И это не злобная химия, это вытяжка из почвенного гриба, который вызывает, вызывает, чего вызывает, вырабатывает нейротоксины, которые впоследствии и убивают всех ненужных вредителей. Вот на этом я закончу. Надеюсь, что вы меня услышали. Но почва, все-таки, если белокрылка, еще обрабатывается октарой. Полейте водичкой, разведите октару, одну ампулу на 3-4 литра воды и сантиметров 7. Промочите в теплицах, так будет легче бороться. Ну, все, до свидания.